В Москве 20 часов 6 минут и 15 секунд. Это радио Финам-ФМ, частота 99,6. 8 сентября в Якутске было совершено изнасилование 4-летней девочки. На месте преступления были задержаны 3 человека. Один из них подозреваемый, двое свидетели. Одного из этих свидетелей взяли под стражу, а двоих отпустили. Хотя, как минимум, один из тех, кого отпустили, он тоже, как подозревает следствие, может быть причастен к происшедшему. В среду на площадь Ленина в Якутске на несанкционированный митинг вышли около 100 человек. Люди требовали ужесточить наказание в отношении педофилов. Они организовали сбор подписей в адрес руководства страны с требованием вернуть в России смертную казнь за такие преступления. Эту петицию вынужден был подписать и мэр Якутска. Ну, я неправильно выразился, сказав вынужден. Он это сделал, мне кажется, с удовольствием, потому что потом он заявил следующее, что существующее уголовное законодательство чеще либерально в отношении преступников, совершающих преступления против детей. И еще две истории. После трагических событий в Белгороде, где от рук белгородского стрелка погибли 6 человек, в интернете появилась онлайн-петиция за смертную казнь Сергея Помазуну. На данный момент ее подписали 3251 человек, из них 250 – это жители Белгорода. Люди говорят следующее, что им жалко тех, кто пострадал, родителей тех детей, которые были убиты. Они боятся за себя и за своих близких, а также они говорят о том, что такие люди, как Помазун, не нужны обществу. И теперь, самый последний случай, это уже Москва, вынесем приговор еще одному стрелку, это Дмитрий Виноградов, который расстрелял своих коллег в офисе компании, в которой он работал. Приговор, пожизненное заключение и опять массовое недовольство людей. Итак, нужно ли вернуть смертную казнь в России за преступления против детей? Но я расширил немножко тему сегодняшней программы и сформулирую так. За преступления против детей, массовые убийства и террористические акты. Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Здравствуйте. Хочу сразу представить и наших гостей, которые тоже находятся в студии. Это Валерий Васильевич Борщов, председатель правления фонда «Социальное партнерство», член экспертного совета «Преуполномочным по правам человека в России». Все правильно? Правильно. Все правильно. Добрый вечер, Валерий Васильевич. И Евгений Георгиевич Тарло, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Экономической политики. Экономической политики. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Также назову телефон в нашу студию, по которому можно позвонить и задать любой вопрос мне и нашим гостям. Это 6510-99,6, код города Москвы 495. Итак, мы начинаем. Начну с вас, Валерий Васильевич. Значит, давайте вначале результаты социологического опроса, который буквально совсем недавно провел Левада-центр. Значит, за отмену смертной казни, за отмену смертной казни голосуют 11% россиян. 6 лет назад таких людей было 19%, то есть число уменьшилось. За то, чтобы восстановить смертную казнь, вернуть ее в Россию, 54% опрошенных. Я на самом деле думаю, если честно, что таких людей значительно больше. Не только 54%, мне кажется, что значительно больше. И вот такой вот вопрос. Ответьте нам, пожалуйста, почему правозащитники, но и власть в том числе, выступают против смертной казни? Против вот таких людей, про которых я, собственно, уже рассказал, начиная программу. Отвечу. Давайте. Много тысячелетий человечество мучается проблемой, что природа регулярно, с удивительной последовательностью порождает чудовищ, мерзавцев, нелюдей. И это происходит в течение многих тысячелетий. Давайте поможем природе. Вот и думали, что делать с этим. Было решение убивать смертную казнь. Нет, не меньше этих людей. И никак это не влияет на преступность. Это и в нашей стране, и в мире. Я могу привести цифры по нашей стране. Пожалуйста. Вот у нас в 47-м году отменили смертную казнь. Потом частично восстановили, в 54-м полностью восстановили. И в 56-м огромный всплеск. Я жил тогда в Ростове. Такой факт мне врезался в память, мне там было 11 лет. 80 человек проиграли бандиты в карте, и эти 80 человек они зарезали. То есть страшный всплеск преступности при восстановлении смертной казни. Никак не влияет смертная казнь на восстановление преступности. То есть вы хотите сказать, что даже наоборот, что ли? Когда есть смертная казнь, то всплеск? Нет, есть разные точки зрения. Я держусь академической точки зрения, что никак. Хотя есть исследование, что когда длительное время нет смертной казни, берется Россия со временой Елизаветы Петровны, то снижается число убийц, поскольку с молоком матери, в том числе вот эти самые потенциальные чудовища, впитывает, что жизнь человека неприкосновенна. Но это точка зрения отдельных исследователей. Давайте держаться академической точкой зрения. Давайте лучше академической. Академическая проста. Что это никак не влияет. Если мы посмотрим наш сейчас период с 96-го года, он опять же таков колеблется. Хотя в целом число убийств гораздо меньше, чем до 96-го года. То есть это никак не влияет. И причины преступности, причины вот таких, что делать с этими чудовищами? Ну, конечно, их надо изолировать. Конечно, они не должны жить в обществе. Конечно же, пожизненное заключение. Вы мне скажите, зачем я, Евгений Георгиевич, вы и мы все... Отвечу. ...наше государство должно до конца жизни кормить вот этих вот людей, которых вы сами называете чудовищами. А меня не волнуют эти люди. Меня волнует и вы. И меня волнует общество. Так вот, доказано. Давайте. Единственный аргумент в пользу смертной казни, как я уже сказал, нерациональный вывод, что это снижает преступление, и не какое-то даже удовлетворение чего-то. Единственный вывод это месть. Благородная месть, справедливая месть, готов согласиться, но месть. Так вот, если мы внесем в право понятие мести, как определяющие, даже совершенно объяснимо, мы все читали графа Монте-Кристо и сочувствовали этому герою. Не всегда. Не всегда. Но справедливо... Вот я помню собственные ощущения. Но помните, когда с Вильфором он разбирался, и когда маленький ребенок, Эдуард, погиб. Правильно. Вот в этот самый момент уже многие были не за него. Вот, вот, правильно. Месть, она действительно вещь коварная. Так вот, я хочу сказать о чем. Откуда вы можете гарантировать, что завтра люди станут требовать месть, как определение правового решения не только по отношению к убийцам, а и по отношению к другим правонарушениям? Свежий пример. Сейчас протестные движения. Появилось молодое поколение БНП, без нас поделили. У них месть. У них злость на тех, кто обворовали. Это правда. Обворовали, несправедливо украли. Но жажда мести... То есть, понимаете, если мы во главу права положим месть, даже справедливое, мы получим в обществе страшные последствия. Все, я понял, Валерий Васильевич. Но все-таки, мне кажется, вы немножко передергиваете. Почему? Я сейчас попробую объяснить. Когда государство карает вот таких вот негодяев, мне кажется, что называть это местью не очень корректно. Так работает закон, если это делает государство. Закон тоже работает на слове мести. А что, в сталинские времена месть была не по закону, а по закону? А может быть, он должен работать не на слове мести, а на слове справедливости? Ладно, хорошо. Евгений Георгиевич, вопрос вам. Скажите мне, как вы думаете, вот если мы завтра введем такое понятие, как смертная казнь, то есть мы начнем снова расстреливать там людей, которые совершили вот такие ужасные преступления. Это остановит вот таких негодяев или нет? Нет, не остановит. Не остановит. Нужно вводить? Вы меня спрашиваете, как вот человека? Или как члена Совета Федерации? Или как члена Совета Федерации политики? Или как юриста? Нет, нет, наши слушатели сейчас поймут, что на самом деле, если член Федерации, то Совет Федерации, то одно мнение, а если человек, то другое. Мне кажется, что как-то это не очень правильно, Евгений Георгиевич. Вот давайте как человек. Давайте как человек. Как человек, если вот мне расскажете, вот про, вы бы мне тут рассказали, как три негодяя изнасиловали девочку. Четырехлетнюю на секундочку. То я бы сам их убил. Вот сам лично, своими руками. Сам бы привел приговор в исполнение, также в отношении террористов и вот этих мразей, которые это делают. Вот я лично сам. Вот это очень распространенная позиция. Хотя я нарушил бы закон, я бы отвечал за это, но я бы это сделал своими руками. Если вы меня спрашиваете, как юриста, то Валерий Васильевич, он все, что в классических учебниках написано, он все это повторил, я это знаю. Я выпускник классического Московского университета, юридического факультета. И эта точка зрения существует среди, ну, среди юридической общественности, которая что-то из себя представляет. Евгений Георгиевич. Если меня спрашиваете, как у политика, я вам отвечу так. Во-первых, у нас смертная казнь не отменена. Да, моратория. А ее мораторий на ее исполнение. Вот давайте так. Как-то он затянулся, как моратория. Вам не кажется? Он затянулся. Если спрашиваете мою позицию, как политика, то единственным аргументом, ну, аргумент, да, первое, это месть, и второй аргумент, что дорого содержать, значит, вот этих преступников, и нам нужно сэкономить деньги, расстрелять тех, кто там сидит, и мы сэкономим государственные деньги, зачем их кормить, давайте лучше отдадим бедным. Ну, второй аргумент тяжелый, я его так утрировал, но он так и звучит, я думаю, что для того, чтобы сэкономить какие-то там, какие-то деньги, даже если это, ну, во-первых, они не настолько значительные, но какие бы ни были для людей нашей цивилизации, наверное, это неприемлемый способ, это первое. Ну, и второй аргумент политический, вы можете его отвергать, но он очень серьезный. У нас есть международное обязательство. Мы считаем себя частью Европы, мы хотим жить с европейцами в одном правовом, социальном, идеологическом, культурном пространстве, и мы приняли все эти обязательства. И я считаю, что нам не нужно играть в какие-то игры. Если мы хотим быть в Европе, то нам нужно не приостанавливать, не объявлять моратория, а сказать, нет, мы запрещаем у себя смертную казнь, какой бы вурдалак, какой бы негодяй, какой бы мерзавец он не был. Значит, максимальное наказание – это, значит, пожизненное заключение. Кстати, это более тяжкое наказание, чем смертная казнь. Я не согласен. Простите, вы же там не были, а я был там, а я бывал, я бывал в этих зонах и на острове Огненном. Так вот, отвечу, отвечу. Вот когда я езжу в Мордовию, на первом этаже там есть такой вурдалак Риховский, за ним 19 трупов. Я еще, когда был депутатом, он меня просил ускорить ему смертную казнь, когда он был в Бутырке. Ее отменили. И вот сейчас я, когда... Они обычно подвое, он один в камере. Вот он мечется, как волк по этой... Как выглядит? Жутко выглядит. Жутко выглядит. Я к нему в камеру никогда не захожу. К другим захожу. К нему никогда, хотя с ним знаком. Так вот, проходит какое-то время. Многие из них поворачиваются спиной к стенке, это называется уходить в гон, и умирают. То есть, состояние этих... Других вытаскивают из петли. Вот я занимался одним лисогором, тоже в Мордовии. Инженер, бывший военный. Он в состоянии аффекта там убил жену и тещу. Но не в этом дело. Но эти условия, эти условия для них мучительны. Они многие, как вот этот лисогор, которого все время вытаскивали из петли, просят расстрелять их. Это очень тяжелейшее условие. Потому что безысходно. Он не видит для себя ни будущего. Я понял, я понял. Понимаете? Вот. Поэтому, если думать о том, что это легко, для многих, для многих это нелегко. Случаев того, чтобы из тех, кого пожизненно освободили, пока еще нет. Я вообще считаю, что должна быть статья, в том числе и до педофилов, без всякого освобождения. Вот. Их посадили. И никаких помилований, никаких условных. Что касается этих педофилов, сейчас закончу. Весь мир думает, что с ними делают. Проблемы сексуальных преступлений, химическая кастрация и так далее. Это серьезнейшая проблема. Мы приняли эти решения. Они были, будут, и все это надо решать на другом уровне. Эти чудовища появлялись и будут появляться. Но это не решит проблему, понимаете? Да, мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу. Хочу сказать, что у нас уже есть звонки в студию. Дадим слово нашим слушателям после перерыва. Сейчас уходим на рекламу. Добрый вечер. Это радиофенам.фм 99.6. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. И говорим мы сегодня, пытаемся разобраться, нужно ли вернуть в Россию смертную казнь. Пытаемся разобраться в этой проблеме с нашими гостями. Я их представлю. Это Валерий Борщев, председатель правления фонда «Социальное партнерство», член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России. И Евгений Георгиевич Тарло, член Совета Федерации. У нас есть звонок. Роман, добрый вечер. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер. Роман, Москва. Да, здравствуйте. Три замечания по поводу вашей беседы. Ваши гости почему-то очень сильно акцентируют введение смертной казни на понятии мести. А почему бы не акцентировать введение смертной казни на понятии, как справедливость? Тем более 79% населения Российской Федерации это поддерживает. Это во-первых. Во-вторых, вот много сейчас бакланят по поводу того, что мы сейчас с Европой, и поэтому смертную казнь вводить нельзя. Так может быть мы и гомосексуалистов в пасту, в священство будем, как у них, так сказать, вводить. Это же тоже европейские понятия. Родитель один, родитель два, лесбийские семьи, садомские семьи. Это европейские понятия. Постхристианское общество. Все нормально. Может быть и этим тоже займемся. Все понятно. Переходим к третьему пункту. Третий пункт. Вы знаете, как они выжимают слезу по поводу страданий вот этих вот четырех подумков, которые изнасилуют четырехлетнюю девочку, они действительно думают, что меня интересуют их проблемы. Все понятно, да. Вот вы знаете... Отвечайте. Вот вам, пожалуйста, глаз народа. Я, во-первых, насчет... Давайте, если мы спорим, давайте добросовестно. Вот насчет слезы не надо врать. Никто из нас... Ну, мы их назвали чудовищами. Я лично считаю это чудовище. Я считаю, что они должны жить внеобщество. И не надо передергивать, если вы хотите дискутировать. Что касается справедливости. Да, месть бывает справедливая. Я не снимаю слово месть. Я готов признать, что месть может быть справедливой. Я не случайно вспомнил графа Монте-Кристо. Он проводил справедливую месть. Но, тем не менее, месть остается местью. Так вот, месть, месть, введенная в правовое русло, моя точка зрения, это очень опасная основа. Да. Валерий Васильевич, ну, вот смотрите. Даже вот в такой стране, как Швейцария... Евгений Георгиевич, кстати, Европа, да? Которая говорили вы... Единственная страна, которая провела референдум. Прекрасно! А вот совершенно верно! А Шарль Дегой! Они провели референдум. Я для наших слушателей. Простите. Секундочку. Для наших слушателей. Они провели референдум. Да, да. Возвращать смертную казнь в стране или не возвращать. И ничего страшного. Они сказали нет. Не европейцы. Не возвращать. Не важно. Но они провели этот референдум. А вот давайте, может быть, у нас проведем такой референдум. А вот Дегой провел референдум. Да, Дегой. Да подождите, подождите. Да по Франции, бог с ним. Давайте в России. А почему? Нет, нет. Вот вы Швейцарию вспомнили. А я вам вспомню Францию. Ну хорошо, давайте. Французы категорически против отмены смертной казни. А Шердеголь, как человек, побывавший на войне, знавший, что такое кровь, что такое убийство, и что такое преступность, и какая связь, он помимо воли населения, своих французов, отменил смертную казнь. Так что, понимаете, этот вопрос очень тонкий относительно референдума. Вы мне все-таки ответьте, может быть, имеет смысл спросить население России путем референдума? И, Евгений Георгиевич, ответьте мне, пожалуйста, то, что мы, допустим, нарушим этот мораторий на смертную казнь, нас что, ждут какие-то сумасшедшие санкции? Я отвечу. Отвечайте. Ну, во-первых, нас критикуют за все. И за это будут критиковать. Вот в Китае... Но нам не привыкать. Нам не привыкать. Например, в Америке, во многих штатах смертная казнь существует, и что-то европейцы особо Америку не критикуют. Ну, где-то кто-то что-то, может быть, когда-то скажет. Никто не упрекает. Но они в Совет Европы не входят. У нас звонков очень много. Нам показывают Америку как образец цивилизации. Она не во всем образец. Это вы сейчас говорите, да? Давайте мы говорим так. Мы, как правило, рассмотрим Европу, Америку как единое целое. Вот НАТО там, да? И там у нас демократия, там все хорошо. Запад. Запад на суть. Так вот, в Америке существует смертная казнь. И в Америке больше всех заключенных в тюрьмах. Совершенно верно. Сколько в Китае больше? Совершенно верно. Давайте мы это скажем, а то у нас многие не понимают. Нет, на 100 тысяч больше в Америке. На 100 тысяч больше в Америке. На 100 тысяч больше заключенных, да. Заключенных, да. На первом месте в мире они. Там не очень хорошо. Поэтому, если вдруг наш народ решит, что смертная казнь должна быть возоблена, мы обязаны этому подчиниться. И не может быть ничего другого. Никакие деголи, никто не вправе запретить народу выражать свое мнение. У нас звонки, но я хочу еще задать вам такой вопрос. Вот смотрите, противники смертной казни, на самом деле я очень удивлен, Валерий Васильевич, что вы еще про это не сказали. Самый основной аргумент, почему нельзя вводить смертную казнь, потому что, возможно, судебная ошибка. И если мы введем смертную казнь, то, как говорят противники, говорят так, что, ну, никто не застрахован от того, что завтра мы начнем расстреливать абсолютно невиновных людей. Приводят там примеры с Чикатило, вы помните? Почему Чикатило? Пока его ловили, там, кого-то там расстрелили. Хорошо, хорошо. Вот как вы считаете, действительно возможна судебная ошибка? Действительно возможна судебная ошибка, и они бывают очень часто. Хорошо. Вот по педофилам, которых мы вместе с вами всех недовидим, да. Ага. Этих педофилов, которых надо стрелять. Но дальше появляется негодный следователь, который кое-как проведет следствие, который, эксперт, который кое-как проведет. Я понимаю, я понимаю. И дело есть, я конкретно не знаю, дело Макарова, Владимира Макарова. Засадили ни за что, никакого, нет, не снасилов, нет, ничего. Есть бредовые заключения одной медсестры ночные, и на основе того, что она якобы видела мертвую, где-то там, это, сперматозоид мертвый, человека засадили отца. Роман. Все-все-все, я понял, я понял, но две... Еще вы расстреляли его. Два момента, друзья, два момента. Вот смотрите, предположим, мы выносим смертный приговор. Я вам вот пытаюсь моделировать ситуацию, как мы можем сделать. Предположим, мы вынесли смертный приговор. Для того, чтобы исключить судебную ошибку, давайте подождем определенное число лет и сразу не будем расстреливать этого человека. За это время мы можем обнаружить, что следствие было проведено неправильно, что кто-то там какой-то что-то нашел неправильное, что судья неправильный приговор и человека не расстреляем. Это раз. И второй... Можно я отвечу сразу на это? Ну, давайте. Во-первых, насчет ошибок. Лично сам, будучи депутатом, занимался троих людей в Архангельске, приговорили к смертной казни. Кто, знаете, за них пришел просить? Мать убитых девочек. Говорит, это не они убили. А их уже приговорили к смертной казни. Тогда был зам генпрокурора Михаил Ибрисович Катышев. Может, помните? Достойный человек. Я пошел к нему. Катышев это дело взял в свои руки. Приостановили? Освободили. Никаких проблем. Подождите, подождите. Так называемая ручка исполнения. Да, проблемы есть. Сейчас нет ни одного случая, когда бы исправили судебную ошибку. Я не знаю ни одного случая. Я знаю пример, когда ООН занимается гридиным. Вот я ездил на остров Огненный. Уже сколько не занимается. Уже какие документы? Там вот, как правильно сказано, по показаниям одного человека. Ноль реакции. Я не знаю, были случаи, когда исправляли ошибки. Сейчас мне неизвестно, в течение 20 лет это дело тянется. Еще один пример не буду называть. Все, согласен. Хорошо, ответили. А теперь второй момент. Второй момент такой. Давайте приговаривать к смертной казни только тех людей, где сама по себе судебная ошибка исключена как класс. Примеры. Вот, пожалуйста, Белгородский стрелок. Где здесь судебная ошибка? Она даже гипотетически не может существовать. Давайте посмотрим про Виноградово. Гипотетически невозможная история. Предположим, мы взяли какого-нибудь главаря чеченских боевиков. Где здесь может быть судебная ошибка? Что мы с ними церемонимся? Отвечу. Отвечайте. И у нас люди. Люди у нас на линии. Да, коротко, пожалуйста. Понимаете, я опять повторяю. Я почему не начал с судебных ошибок? Это действительно второй аргумент. И не главный. А потому что работает механизм. Если государство можно убивать, то и мне можно убивать. Если государство не навело справедливость. А таких примеров вам приведут полностью. Я сам наведу справедливость. И поэтому убийство государства это разрешение на убийство меня. Оно не справляется государство. Оно не решает правосудие. И таких примеров полным-полном мы знаем. Я бы с вами здесь поспорю. Мне кажется, как раз наоборот. Если государство не делает этого, то я пойду и сам сделаю. И я такие случаи знаю. Конечно. Когда люди берут топор в руки и идут наказывать убийцу. Ровно так и происходит. Тогда будет аморальное оправдание. Смертная карта. А государство поддерживает это и все. Александр на линии. Александр, добрый вечер. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. 56 лет, 4 ходки на зону. Вот так вот. Да. Я вам могу сказать следующее. Ну, ваши уважаемые гости не очень сильно вообще разбираются в ситуации. Вот что касается того ребеночка, 4-летнего, которого изнасиловали, да? Да. Значит, эти ребятки, которые это сделали, они не доедут просто до того места, где им отбывать пожизненно. Они тем или иным способом умрут. Вот. Это во-первых. Во-вторых, что касается смертной казни, значит, тут они в какой-то степени правы. Вот за всякого рода преступления, которые не сильно понятны, действительно, пусть посидят. Может быть, что-то выйдет. Может быть, кого-то оправдают, что, конечно, вряд ли. Но может быть. Ну, вот отсрочка исполнения. Это же нормальный цивилизованный путь. Но при этом люди понимают... Это нормальный цивилизованный путь. Люди понимают, что... Вот тут и вы, и ваши гости абсолютно правы. А что касается вот таких вот ублюдков, я еще раз говорю, что вот по своей практике, да, что эти ребятки просто... Вы совершенно правы по своей практике. Мы вас поняли. Сейчас я приезжаю в зоны, узнаю, что сидит педофил. Он спокойно сегодня сидит, и никакой мести. А раньше вы совершенно правы. Это было жесткое правило. Он не доезжал до зоны, и в зоне он был не жилец. Вы правильны. Это было раньше. Сейчас изменилась ситуация. У нас еще звонок. Константин на линии. Добрый вечер. Когда я прочитал приговор Макару, у меня волосы дыбом стали. Добрый вечер, малосуши. И ничего бесполезно. Ну, мне кажется, что, во-первых, абсолютно неправильно, что если... Говорят, что якобы если государство убивает, то можно и всем остальным. По-моему, наоборот. Да-да-да, мы ровно об этом сказали, да. Когда есть исключительная мера наказания, то как раз-таки это иногда останавливает. Вот. И второе. Чем дольше мы с этим тянем, тем быстрее начнется самосуд. Потому что у людей нервы на пределе. И у многих на пределе. И если сегодня не будет караться такие преступления, как вот расстрелы, изнасилования, такие грубые педофилии, не будет караться как положено, то люди, наверное, будут все чаще и чаще приводить в судебное исполнение сами. Вот люди поступят ровно так, как вот Евгений Георгиевич там сказал в самом начале программы, что не дай бог, то он пойдет и всех сам поубивает. Я с ним абсолютно согласен. И у людей как раз-таки планка гораздо ниже. И с каждым днем в данной ситуации, когда у нас страну колошматит во всех направлениях, она все ниже и ниже опускается. Понимаете? Все понятно. Самосуды были раньше в большом количестве при наличии смертной казни. Они есть и сейчас. Посмотрите Америку, где есть смертная казнь. И когда человек видит, что его тот виновник, который по отношению к семье его совершил преступление, жив, он совершает самосуд. Это неизбежно, это неизбывно. Вот смотрите, Валерий Васильевич, вы видите эти вот листочки, да? Я попробую сейчас. Быстренько-быстренько. Все не получится, но быстро-быстро. Значит, это подборка преступлений против детей за 13-й год, за неполный 13-й год. Смотрите сюда. 8 сентября в Якутске, значит, вот это вот случилось то, о чем я, собственно, с чего я начал программу. 2 сентября, за 6 дней до этого. Волгоград. 10-летний мальчик ушел гулять после школьной линейки. Пропал, тело нашли. Точно так же, значит, изнасиловали, убили. В розыск взрослый мужчина. Дальше идем. 7 апреля Новосибирской области. 7-летняя девочка вышла из школы, сообщила родителям, что идет домой, до дома не дошла. Точно так же изнасилована, убита взрослый человек. Значит, совершил все это. 11 апреля, за Байкальский край, найдено тело 9-летней школьницы со следами сексуального насилия. Значит, мужчина схватил ребенка, утащил во двор одного из домов, изнасиловал, убил, тело девочки выбросил на улицу. 2 апреля, находка, город находка, изнасилована 7-летняя девочка. 25 февраля, пропала девочка 2002 года. Я могу читать до бесконечности. И мы что получаем после всего этого? Мы получаем следующее. Они могут убивать по 20, по 40. Вспомните Кущевку. Сколько угодно они убьют людей, а потом мы строим из себя гуманистов и говорим, ребята, да гуманистов строим, ребята. Я отвечу вам на ваш список. Дайте мне ответить на ваш список. Сидите, мы будем вас еще кормить. Вот вы прочитали длинный список. Действительно страшная проблема педофилии и сексуальной маньяки. Весь мир этим озабочен. Мир приходит к решению. Оказывается, у этих негодяев, у этих чудовищ есть некий ген, который можно распознать. Это еще пока не стопроцентно. Это все... Да, да. Ну, в этом... Подождите, подождите. Подождите. Валерий Васильевич, я сейчас дам возможность. Просто об этом гене попробуйте родителям рассказать. Подождите, подождите. Дело не в этом. Нашли, не нашли. Я хочу сказать, что в этом направлении работают. Может быть, найдут... Я не об этом. Допустим, они нашли. Допустим, они определяют. Вот человек родился, склонный к этому преступлению. Его надо уничтожать. Такая теория есть. Она называется Евгеника. Она была очень популярна в Германии. Она популярна и сейчас. Вы бы сейчас упали бы со стула, если бы я назвал сторонника этой теории, одного известного демократа, депутата Верховного Совета СССР. Не буду называть его. Я хочу сказать, что она популярна. Да, понимаете, сказавши А, мы должны сказать Б. Мы пойдем дальше. То есть, вот эти люди, которые, в конце концов, ген не ген, но распознать человека, склонного к жестокости и к насилию, можно даже и в подростковом, и в детском возрасте. Что нам с ними делать? Что нам с ними делать? Тогда мы можем пойти и дальше. Тогда, чтобы предупредить, не после совершения преступления, а зная, что этот человек может совершить это преступление, его или изолировать, или уничтожать. Повторяю, сторонников Евгеники сегодня очень много. Ой, Господи, Боже мой. Евгений Горгиевич, да, слушаем вас. Вы немножко здесь сместили вещи. Ведь основная проблема в тех случаях, о которых вы говорите, это то, что правосудие не сработало вообще. Не в том, какую меру наказание дали. Пожизненное или смертную казнь. Я думаю, и то, и другое было бы хорошим, как бы, ну, может быть, и справедливо было бы. Ну, по мнению многих. И это предохранило бы от новых преступлений. А проблема в том, что большинство не найдено вообще. То есть, плохая работа полиции. И общественность не помогает здесь. Либо, как вот, находят четырех негодяев, которые то ли участвовали, то ли присутствовали, их выпускают на свободу. У нас какого-то аудитора, бухгалтера, тут же зарешенного, немедленно. Он украл мешок картошки. Или он давал советы кому-то, как уклониться от налогов. Его немедленно в тюрьму на два-три года. Я знаю, по пять лет сидят. Следствие идет. Здесь негодяи. Здесь. Куда полиция смотрит? Почему они не в тюрьме? Давайте разбирайтесь там. Посадите нормально, разбирайтесь с этим делом. Вот в чем проблема. И в этом тоже. Но даже тех, кого ловят, люди говорят, что мы не хотим, чтобы этих людей держали пожизненно, там, в ужасающих каких-то там условиях. Пусть трижды они будут ужасающие. Люди говорят, давайте для этой категории граждан введем смертную казнь. Вернем ее обратно. У нас Николай на линии. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, какое мое мнение по поводу вот этого всего и по поводу смертной казни. Вот смотрите, я как налогоплательщик, конечно, пляжу за тем, куда расходуются мои налоги. Но я считаю, что вот то, что совершили эти люди, конечно, там, мерзавцы, негодяи, но общество само виновата в чем-то, в том, что эти люди появились. Они же не с неба, ну, то есть не с луны свалились-то. Они вот выросли в обществе. И что? И вот общество должно кормить. Вот оно должно, значит, кормить этих людей. Вот пожизненно. Вот потому что общество должно в какой-то мере разделить эту ответственность. Почему вот эта четырехлетняя девочка как-то вот оказалась так, что вот эти какие-то трое там международных ее там так вот такое совершили? Николай, странная, странная позиция. Сейчас вы договоритесь до того, что эта четырехлетняя девочка совратила этих трех негодяев, которые ее потом изнасиловали. Все, спасибо, мы идем дальше. Но ровно это вы и говорите сейчас. Идем дальше. Ну, нет, вы видите, что происходит? Он мне это говорит. Педофилия развивается еще и от того, что в обществе, в обществе действительно сдвинулись многие понятия нравственные, моральные и так далее. Знаете, я уже, мне 70 лет, я прожил долгую жизнь. Я помню, как, допустим, у нас отношения были мальчиков и девочек там. И как это менялось? Ну, понятно. Я знаю динамику. Так вот, педофилы, то есть, раньше мы, дети, ходили спокойно. Не было такой проблемы. Я же не согласен. Вот. Изменилось... Проклятое советское время, извините. Но ходили свободно. Вы знаете, время проклятое, тем не менее. Но народ был другой. Народ был другой. А строй был мерзавский. А народ был другой. Народ другой был. Все, продолжим. Так вот, понимаете? Не могу сейчас. Продолжим. Я понял. Мы с вами понял, Валерий Васильевич. Продолжим после рекламы. Еще раз добрый вечер. В студии Роман Бубаян. Это программа «Искусство возможного» на частоте 99,6. Радиостанция «Финам-ФМ». Мы говорим сегодня о смертной казни в России. Пытаемся понять, надо ли восстанавливать смертную казнь, отказываться выходить из моратория, который у нас введен на смертную казнь. И обсуждаем мы эту тему с нашими гостями. С Валерием Борщовым, председателем правления фонда «Социальное партнерство», членом экспертного совета «Преуполномоченным по правам человека в России». И Евгением Георгиевичем Таруло, членом Совета Федерации России. У нас звонок. Константин, добрый вечер. Мы вас слушаем. Я хотел добавить. Значит, смотрите. Если мы исключаем гены, которые, вот как сказал ваш собеседник, мы фактически человека превращаем в животного. Потому что человек – это как раз-таки то существо, которое должно осознанно себе давить те или иные позывы. Мы все, можно сказать, каннибалы. У нас тоже есть предрасположенность к этому. Но мы, однако же… У меня нет этой предрасположенности. Вот у Евгения Георгиевича тоже нет. Я думаю, Валерий Васильевич тоже нет. Нет, нет. Я вам имею в виду про то, что мы все, в принципе, в теории на это способны. Но мы осознанно, осознанно, еще раз говорю, воспитанно этого никогда не делаем. Так вот, зачем выискивать какой-то ен, который за что-то якобы отвечает, когда общество должно воспитывать именно кнутом и пряником. Кнут должен воспитывать то, что нельзя. Пряник должен поощрять то, что нужно. Так вот, я еще раз повторяю, что смерть обязательно должна быть. Обязательно. Как исключительная мера. Потому что иначе мы просто говорим… Кстати, почему сейчас педофилия? У нас очень распространилась свобода гомоциализма раз. А те считают, что этим-то можно. А у нас тоже такое вот безобидное желание. А завтра еще какие-нибудь желания проявятся. Константин, а вот такой вопрос. Я понял. Вот такой вопрос вам. Скажите, а если речь идет о террористах, которые совершили террористический акт, и, допустим, один из них оказался в руках правоохранительных органов? Такое было в нашей истории. Как вы считаете, смертная казнь применяться должна к таким людям? Смертная казнь по-любому применяться к людям, совершившим те или иные деяний, которые будут попадать под это. Если он угрожал людям большим… Вообще, мне, честно говоря, мне очень нравятся шариатские понятия, когда за жизнь платят жизнью. Вот, с одной стороны. Знаете, я вот не понимаю людей, которые… Человек сбил несколько людей на остановке, находясь в пьяном состоянии. Он говорит, ну я вот… Это несчастный случай. Какой это несчастный случай? Ты осознанно сел за ружь, ты совершил осознанное убийство многих людей. Все понятно, позиция ясна, позиция ясна. Можно я отвечу, какой хороший аргумент подсказал. Да, я слышал давно, что кровь за кровь, кровная месть – это останавливает преступность. И какое-то время даже этот аргумент работал. А ну-ка, уважаемый коллега, посмотрите, что творится в Дагестане. Там не военнослужащие убивают дагестанцев, а дагестанцы дагестанцев. Вот при наличии той самой кровной мести, о том самом шариате, о котором мы говорили, что-то сдвинулось. Хотя, вы говорите, террористы. Вот, знаете, я был заложником у Басаева в Буденовске, ехал, негодяй, отпетый негодяй. Потом смотрю, собирают на телевидении круглый стол, там представители ислама, все осуждают терроризм. И хоть бы один сказал, что Басаев мерзавец, Радуев мерзавец, лично, лично, ни одного террориста наши… Вы возьмите архивы, я тогда за этим… Я прекрасно… Я пристрастно за этим следил. Я прекрасно все это помню. Вот к чему это приводит, вот к чему это приводит. Понимаете, вы играете шариат. А сегодня, когда действительно изменилось время и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкаре, вот на том самом сером Кавказе, где, вы говорите, шариат все сдерживают, ничего не сдерживают. Мне кажется… Валерий Васильевич, подождите. Вот вы меня сейчас хотите увести в сторону, а я от вас не отстану. Вот вы только что вспомнили Басаева. Вот вы были у него в заложниках. Там мои коллеги к нему в автобус садились, когда он уходил из Буденовска вместе с заложниками. Ну, вместе со мной, может быть, были даже. Да, да, да. Валерий Васильевич, вот вы мне скажите, если бы Басаев попал в руки нашим правоохранительным органам, смертную казнь нужно применять было или же нет? Нет, я вам сказал. Нет, нет, да или нет? Я принципиально считаю, что смертная… Да не Басаеве дело, а дело в нас. Уходите, Валерий Васильевич. Я считаю, нет, смертная казнь опасна для общества. Опасна для общества. А этих мерзавцев действительно надо изолировать наглухо от общества. Хорошо, Евгений Георгиевич, вот вы мне скажите. За какие преступления, вот давайте так, за какие-нибудь преступления нужно вводить смертную казнь? Вот как вы считаете? И давайте не как политик уже, а как человек, а гражданин страны. Понимаете, вот сейчас сторонник смертной казни, с которым по телефону говорил, он самый мощный аргумент сказал против смертной казни. Вот человек ехал на автомобиле, задавил кого-то на автомобильной остановке. Он лишил нескольких людей жизни, и по мнению нашего, значит, слушателя, его необходимо лишить жизни также. Еще больше людей, если вы поставите вопрос на референдум, еще больше людей проголосуют за расстрел всех олигархов. Дальше пойдет малый и средний бизнес, и так далее. Я же понимаю. Причем ни одного олигарха вы никогда не расстреляете, вы не достанете. А вот ларечников, вот те кафе всякие, вы их разгромите, вы их расстреляете, и мы посеем зло, ненависть в людях. Я согласен. И вот поэтому государство должно быть сильным, и государство должно сказать четко, да или нет. Я, как гражданин, считаю, что этот вопрос вполне может быть вынесен на референдум. И я починюсь любому решению наших граждан. Хотя я христианин, но наша страна смешанная, и буддисты есть, и мусульмане есть. Для меня заповедь не убей, она окончательная. Что бы ни сделал тот человек, я не давал его жизнь. Я не вправе, как христианин, лишать его жизни. И наша цивилизация, та, которая существует в Европе и в России, она базируется на этом принципе. Может быть, другое решение, может быть. Евгений Георгиевич, дорогой, но вы, вот смотрите, вы как-то противоречите сами себе. Противоречу, знаю. Противоречу. Вот я прям вижу, как вы не можете прийти к какому-то знаменателю сами собой. Роман, человечество мучается все тысячелетия, а вы нас. Не, не мучается. Не мучается. Мучается? Не мучается. Да вы возьмите Россию. Секунду, Валерий Васильевич. Да, вот Россия, да. Вот металось. Вот мы мучаемся. У нас когда впервые ввели смертную казнь на Руси? Я вам скажу, с 988 по 1237 год не было смертной казни. С 2037 года она так постепенно, постепенно, постепенно стала набирать. Иван Грозный, Петр Первый пик, Елизавета Петровна отменила. Не было, не было. Потом Столыпин и так далее. Вот даже история нашей страны показывает, как мечутся все, понимаете, ищут выход, а выхода нет. Вот природа какова, чудовища были, есть и будут. Вот я как гражданин России, как глаз народа, который в интернете подписи собирает за такие вот ужасные преступления, мы предлагаем вводить смертную казнь. Я предлагаю не открывать этот ящик Пандоры, о чем вы говорите, что завтра мы и этого захотим расстрелять, и того, и другого, и за это, и за то. Мы говорим четко, абсолютно четкие вещи. Только за ряд преступлений. Я их перечисляю. Роман. Взрыв в Домодедово. Роман. Нордос. Возьмите историю. Вот могу дальше идти по террористическим актам. Всякая вот такого рода педофилия. Роман, в 19 веке за три вида преступления была смертная казнь. Казнили 150 человек. Три вида. А потом природа такова, что сегодня три, а потом стало 139 составов преступлений. Это неизбежно. То есть вы хотите сказать, что мы можем войти во вкус. Нет. Такова логика. И стали валютчиков расстреливать. Вот уж действительно что. Даже задним числом. Да. Понимаете. Такова логика. Логика карательной политики. Это я помню. Цеховиков мы расстреливали в советское время. Совершенно верно. Директора Елисеевского. Елисеевского. Вы помните нашумевшая история. Быстренько, чтобы прогрессить. Его расстреляли. Это все понятно. Это все понятно. Но я говорю не об этих людях. А это логика. Хозяйственные преступления. Вот не хочу даже вот про это. Да это вы. Да я вас понимаю. То есть вы уверены, что завтра, завтра мы обязательно перейдем и пойдем дальше? Конечно. А это история пока. Расширим этот список. Это история юриспруденции, криминалистики показывает. Хорошо. Роман, особенно если спросим у граждан. Граждане скажут, что в первую очередь расстреливать спекулянтов, мошенников. Евгений Георгиевич, но вы же вот теперь как политик. Вы же прекрасно понимаете, что граждане будут отвечать на тот вопрос, который мы сформулируем. У нас звонок, Олег, добрый вечер, мы вас слушаем. Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю эту дискуссию всю. Я лично за смерть укази. Вот насчет... Все звонки, все за. Я еще хочу сказать. Вот допустим водитель, который сбил семерых, пятерых детей двоих. Да. Вот мое личное мнение, его надо было расстрелять. Или по крайней мере пожиленно. Почему? Он сел пьяный и убил семерых человек. Почему ему девять лет дают? Объясните, пожалуйста. Понятно. Я считаю, что надо поступать соответственно. Если трезвый человек, нечаянно, ну бывает все в жизни. Да, произошла трагедия. Это один вопрос. А когда он пьяный, и он убивает семерых человек, ему дают девять лет. Ну как вы считаете? Это нормально? Это понятно. Дорогие коллеги, два великих писателя совершенно случайно остались живы. Они оба были под статьей смертных казнями до Федора Михайловича Достоевского и Александра Исаевича Солыженицына. Помните об этом. Хорошо. У нас еще звонок. Хайк, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. А я хотел бы сказать, что можно было бы подумать о том, что те, кто виноваты в человеческих смертях или в чем-то подобном, им же в руки попадет этот инструмент, если мы разрешим убивать людей. Так что не уверен, что Россия готова к этому. Не понял, не понял. Еще раз. Ну, власть может начать пользоваться этим. Как власть может начать пользоваться? Секунду. Ну, шьют же как-то дела на каких-то там, ну, неаппозиционеров, каких-то людей, которые им не угодны. Почему бы нельзя было бы их там шивать дела так, что их просто будут расстрелить? Ведь очевидно, что... То есть вы хотите сказать... Да подождите, ну подождите, слушайте. Вот это вот все теория. Я очень люблю теоретиков, а у нас их почему-то подавляющее большинство в стране. Практиков не хватает. То есть вы хотите сказать, что взяли какого-нибудь лидера оппозиции, не буду называть никаких фамилий. Нет. И пришили ему смертную казнь, обвинив в изнасиловании какой-нибудь четырехлетней девочке. Вы сейчас мне про это хотите сказать? Такое возможно, как вы думаете? Я хочу сказать, что это возможно. Я думаю, что это возможно, потому что в России... Ну, я думаю, что в России это на данный момент возможно. Но нужно... Также стоит подумать о том, что это сколько дорожка. И государство, оно может ошибаться. Так же, как и один человек. И разрешив казнить там педофилов или террористов, то... А где эта грань? Где грань, кого можно убивать, а кого нельзя убивать? Мне кажется, что вступив на эту дорожку, то там уже тяжело будет остановиться. Так, дорогой, грань очень простая. Вот если есть люди, которые изнасиловали ребенка, вот давайте попунктно. Скажите мне, а как вы считаете, эти люди заслуживают смертной казни или же эти люди заслуживают максимум пожизненного заключения? Ваше мнение? А его уже нет в эфире. А, есть? Да, мы вас слушаем. Да, 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 слушаем, слушаем. Да, я считаю, что люди, которые совершают такие преступления, им все равно, их казнят или не казнят. Мне кажется, что то, что с ними сделают в тюрьме, если им дадут пожизненный, я думаю, что там будет гораздо хуже. Это мое личное мнение. Потому что смертная казнь... Я думаю, что если ты пошел, изнасиловал ребенка, я думаю, что смерть это не самое страшное, что может случиться с тобой в жизни. Это мое мнение. Я понимаю, о чем вы говорите, такие варианты возможны. Но, вы знаете, я вам скажу так, что, ну вот, допустим, смертная казнь, у нас часто говорят, давайте коррупционеров, да, точно так же там подводить под смертную казнь. Вы про это, Евгений Георгиевич, да, Валерий Васильевич? И про это тоже. В Китае мы это знаем, смертная казнь за коррупцию есть, но это никого не останавливает. Не останавливает. Да, нон-стоп происходит там эти коррупционные скандалы. И, кстати, в Китае и кражи очень сильные. Да, да, да. Если вы посмотрите, там от второго до пятого этажа мощнейшие решетки на жилых домах стоят. Да, да, да. Значит, в Соединенных Штатах, которые мы уже сегодня вспоминали, смертная казнь есть, преступность, тем не менее, существует. И страшная преступность, и убийства страшные. Но, с другой стороны, Валерий Васильевич, врачи, психиатры, они говорят такую вещь интересную. Может быть, вот вы меня сейчас в этом разубедите, но они говорят следующее. Что, когда человек получает пожизненный срок, через четыре года, он привыкает абсолютно к этой среде. Абсолютно. И чувствует себя там в немкомфортно. Я там бываю. Я видел этих людей. Я вам говорю, что с ними происходит. Не привыкает, а поворачивается спиной к стенке и через энное время умирает. Это называется идти в гон. Даже там, на зоне, есть пойти идти в гон. В гон. В гон. То есть, тот человек, который полностью... Вот этот бывший военный инженер Лисогор, который убил жену и тещу, его спасла академик Мухина. Есть такая психолог, может, вы знаете. Она проводила исследования, и она из 150 вот этих убийц нашла 15 нормальных, в том числе этим. Она им занималась, он знает английский. Вот. Его вытаскивали из петли все время. То есть, понимаете, никакого привыкания нет. Подождите, вы сейчас говорите не про отпетого негодяя, вы говорите про человека, который в состоянии аффекта убил кого-то. Подождите. Это другая история. Ну, от Риховски, отпетый, он мечтает, чтобы его расстреляли. Вот я вхожу, я смотрю в глазок, реально сейчас с ним разговариваю. Он мечтится. Валерий Васильевич, я понял. А скажите, а вот такое бывает, что они получают пожизненное, и при этом потом все-таки выходят? Нет. Такого же не было ни одного случая. Но гипотетически это возможно. Гипотетически возможно. Я лично считаю, что по определенным статьям никакого освобождения под педофилом я бы не давал ни в коем случае. Хорошо. Михаил у нас на линии. Михаил, добрый вечер. Очень коротко, потому что у нас три минуты, мы попробуем очень коротко вам ответить. Очень коротко, вы считаете, что смертная казнь это максимальное наказание, да? А какое тогда должно быть наказание людям в погонах, которые совершили убийство при исполнении? Да, осознанно убили человека, находящегося у них в отделении, пытаясь выпытать из него нужные им показания. Вот что с ними сделать? Это вы про Казань? Да. Нет, я про Казань. Вот что с ними сделать? Я думаю, что эта история может, собственно, подойти под такое же наказание. А этого недостаточно. Получается, что этого недостаточно, понимаете? А, Евгений Георгий, сколько они получили там? Я не знаю. Что-то там какая-то... Да нет, там закрыли дело в дальнем, это в железнодорожном получили, а в дальнем-то в дальнем ласточку. Это пыточный прием. Да, 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 да. Признали нормальным. Ну вот есть у нас такая проблема в стране, есть, да, есть, к сожалению. Я что хочу... Пока это будет существовать, пока такого рода полиция у нас вообще есть, мы не имеем права никого казнить. Посадить за решетку и разбираться до потери сознания, это пожалуйста. Пока у нас есть такая полиция, хотя бы один полицейский, мы не имеем морального права на это, ребята. Такие полицейские есть и будут всегда. В том числе в Америке. Процент их разный. Знаете, 10% это нормально, у нас зашкаливает сейчас. У нас зашкаливает. У нас 0,3% оправдательных приговоров. Даже не верно наказать. Безответственность. То, что за такое безобразие человек не получает наказание. Да, да. Публичного. Да. Публичного. Вся система должна откреститься и система должна их уничтожить. Это безобразие то, что произошло. Ну вот, Евгений Георгиевич, вы говорите безобразие, а из нас в присутствующем суде вы единственный человек, который является представителем власти. Потому что суд независим. И даже вы ничего не можете сделать. Суд независим. И если я что-то сделаю для суда, я буду подвержен наказанию. Все, друзья, спасибо. Очень интересный у нас разговор. Я знал, что договориться у нас не получится. Я был уверен, что вы будете спорить с Евгением Георгиевичем. Ну, Евгений Георгиевич, что туда всех убил, кто сюда, никого не надо убивать и так далее, и так далее. Знаете, о чем я подумал? Я, когда готовился к программе, я, значит, столкнулся с такой точкой зрения. По-моему, батюшка какой-то говорил. Он, когда говорил, что не нужно приговаривать к смертной казни, он объяснял это следующим образом. Он говорит, ну, смертная казнь, да, взяли, расстреляли, как говорится, и на этом все закончилось. А вдруг ошибка? Ну, хорошо, ошибка. А, говорит, когда пожизненное заключение, человек находится в замкнутом пространстве, душа, говорит, его страдает. Не тело. Когда, вот по поводу привыкания, тело может привыкнуть, а вот душа мается, неприкаянная мается, и она съедает вот эта вся история его изнутри. Вот я, когда это прочитал, подумал, что, ну, может быть, действительно имеет смысл вот так вот тогда идти этим путем. Не знаю, вот не определился еще. Но, тем не менее, спасибо. Встречаемся через неделю в этой студии. Это была программа «Искусство возможного». До свидания. Спасибо.